слава богу приветствую дорогие друзья пусть бог благословит вас в этом дне знаете как павел чтобы каждом дне мы приступали к престолу божьей благодати там есть для нас обновление поэтому хлеб нас насущный мы просим на сей день мы нуждаемся в физическом хлебе и мы точно также нуждаемся в духовном хлебе поэтому утром мы начинаем с молитвы и мы начинаем с размышления над словом господним сегодня хочу поделиться на мой взгляд одной такой сложной мыслью но я думаю тот кто в состоянии будет услышать тот услышит псалом 65 7 стих могуществом своим владычествует он вечно очи его зрят на народы да не возносятся мятежники знаете сегодня можно рассматривать законы физические законы увидеть звезды увидите луну увидеть другие моря речку другие какие-то вещи которые сегодня нас окружают и можно увидеть кто всему дал этому начало бог движению солнца движение земли движение луне кто этому дал движение бог он в начале всего он тот кто определил границы моря он тот кто определяет границы реки и прочее прочее и можно увидеть все насколько послушное этим законом который бог в подчинил вселенную почему потому что нету воли у этого нету воли рыбы размножаются деревья растут трава все земля крутится звезды движутся луна нету воли бог предал им изначально траекторию ихнего движения и они движутся все подчинено божьим законам единственно это тот кто должен подчиниться божьим законам это человек мы сегодня сами решаем будет ли для нас иисус спасителем и нашим господом то что нас привлекает в нем это спасение потому что в этом мы видим для себя благословение но временами нас смущает и пугает это то что он есть господь когда мы понимаем что и он есть наш господь это приводит нас к тому что нам придется подчиниться его законам которые он установил который он задал для нас как для человека в траекторию нашего движения и этот путь нашел называется путь праведности который он прочертил этот маршрут и которому по которому мы должны следовать поэтому он горит очень возряд на народ могу да не вознесутся мятежники обычно это место писания они употребляют в отношении бунтов революции там или прочих таких моментов но я думаю что в прежде это слово оно касается нашего бунта и нашего мятежа в отношении самого бога в отношении его пути сегодня сегодня многие может даже модно называть себя верующими или христианами и когда даже может сегодня я нахожусь в украине и украина себя тоже она отождествляет с христианством христианская страна есть какие-то есть какая-то часть людей которые являются христианами но когда мы посмотрим насколько христианская страна по жизни людей которые живут в этой стране предали они предали они предали они себя законам божьим движение в той траектории в которой бог желает видеть луна она тысячу лет движется да солнце тысячу лет но человек он не всегда предает себя закону божию этой траектории движения праведности которая на самом деле во христе вот из этого многие и беды и многие проблемы в каждой стране коррупция зло воровство насилие войны прочее прочее вещи которые происходят сегодня на планете земля по одной только причине что люди не желают подчиниться а то что делают становится на путь мятежа против самого бога я понимаю это я сегодня говорю о каких-то глобальных вещах но если мы будем говорить конкретно о нас насколько мы сегодня в божьих глазах выглядим потому что как написано очи его зрят на народы да не вознесутся мятежники сегодня бог смотрит да не вознесутся мятежники не вознесутся мятежники те кто будут восставать против бога те кто будут бунтовать есть сегодня люди которые выступают и которые превозносятся над путями божьими превозносятся над церковью могут хулить служителей хулить церковь на вопрос в том насколько это божьи пути насколько это траектория в которой бог желает нас видеть поэтому мое большое сегодня желание чтобы мы посмотрели на свою жизнь по какой траектории мы движемся сегодня был момент когда каждый из нас мы шли своей траекторией но слава богу бог открыл и поместил нас сегодня на свою траекторию насколько мы сегодня подчинены тем законам праведности законам даяния законам служения закону посвящения законам верности насколько мы сегодня посвящены этому пути потому что у бога есть траектория которая узкая как он сказал два пути узкий путь и широкий путь и широкий путь к сожалению это путь мятежа узкий путь это траектория на которой желает видеть сегодня на нас господь насколько мы сегодня послушны ему и насколько мы сегодня как находимся в подчинении поэтому я вначале сказал есть желание парить на такую сложную тему чтобы даже в темное время ночью когда мы выходим мы смотрим на звезды и мы понимаем они движутся они они послушны божьим законам и скажите а насколько я сегодня послушен поэтому давид и молился и просил господь выведи меня на свои пути поставь меня на свои пути я думаю что это должна быть смелая дерзновенная молитва которая должна присутствовать в нашей жизни временами мы сбиваемся да мы отступаем мы падаем мы согрешаем но его милость милости вполне достаточно когда мы согрешаем когда мы падаем мы выпадаем с этой траектории но я верю что милости Божией достаточно для того чтобы вернуть нас на эту траекторию движения на которой желает нас видеть Бог во имя Иисуса аминь с миром Божьим